Самоизоляция, сидите дома. Мы сидим дома, но мы не имеем возможности открыть форточку. Почти заключенные. И на улицу не выйти, и дома не продохнуть. Полной грудью жители Боровихи дышат в редкие выходные местного костного завода. Тот источает тошнотворные ароматы в то самое время, когда людям нужен свежий воздух. А вот с полседьмого, сейчас у них самое, это начнется полседьмого, и это весь вечер, это вся ночь. Мы там сдали много-много анализов на разные аллергены, на кошек, на собак, на цветения. То есть ничего у нас не выявлено. Мы месяц пролечились, ничего у нас, результатов нет. Беспричинная аллергию у одних, у других обострение астмы и других хронических заболеваний. Жители уверены, этот букет с 2013-го им дарит завод, так как, судя по видео, о здоровом производстве там не особо-то и заботятся. Это кадры 2018-го года. Опарыши под ногами, трупные мухи, раскрытые баки, лежащие на солнце туши. Отдельное амбре от переваривания костей и выделения из них жира. В прошлом году жители обратились в суд, где им отказали. Нет объективных доказательств. Из-за юридического этого самого формализма, что запах запахом, ну терпите, а пока не доказано, что при этом какие-то загрязняющие вещества выделяются, ну терпите. А представители завода из сюжета в сюжет заявляют, что тратительного запаха скоро не будет. В 2018-м обещали фильтровать воздух. Сейчас выяснилось, что все сложнее. Там не только дело в фильтрах. Там еще и шлюзовую систему надо доделать. И обработку раствором. Это все сейчас докупится дополнительное оборудование. И все станет на свои места. Не все так просто. Думаю, до осени все доделаем. А еще людей волнует, что отравляет завод не только воздух, но и почву. В ближайший лес, говорят они, вновь сливают жир, очень похожий на отходы костного завода. Видите, вот старый жир. Вот он, свежий. Вот он. При этом застывшая жижа уже прорвала поля фильтрации и заполняет лес. Вот как минимум 100 метров в длину все заполнено жиром. А куда вы тогда одеваете всю эту жижу? Ну, застывший жир этот. Вот понимаете, это уже похоже на допрос у полиции. Как людям бороться за чистый воздух? Этот вопрос мы задали Министерству природоохраны и Роспотребнадзору. Ждем ответа. Ведь дышать полной грудью людям хотелось бы всегда. Но в период самоизоляции это почти вопрос жизни и смерти. Констасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.